Подобные встречи на предприятии проходят каждый месяц. Их задача – ознайомить працовный коллектив с актуальными экономичными и политичными тенденциями, которые вплывают на дальнейшее развитие страны. Это все обращает силу, понятие, уровень познания всех людей. А самое главное – воспитывает молодежь, воспитывает людей преданность, любовь к своему предприятию, к нашей республике. Тема чергового дня информования на Рогачевском молочно-консервовом комбинате – выборы в Палату представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. Перед работниками предприятия выступает министр информации Лилия Ананич. Головная думка, которая гучит с трибуны – СМИ должны своёчасово и оперативно информовать население про все этапы выборчей кампании. Мы сегодня видим, что идёт такой ровный тон избирательной кампании в средствах массовой информации. Безусловно, будет обеспечено право каждого кандидата в депутаты опубликовать предвыборную программу, провести дебаты. И я уверена, что граждане страны, в том числе благодаря деятельности средств массовой информации, будут более осознанно выбирать своего депутата. Почас встречи Лилия Ананич рассказала и об истории становления парламентаризма в Беларуси, каким чином у разные периоды он вплывал на развитие нашей краины. Очень важно было не только проинформироваться о том, как строилось наше законодательство, как формировался наш парламент, какие этапы, что сделано за этот период 20-летия парламентаризма в стране, но очень важно понять, что сегодня граждане страны активно участвуют в избирательном процессе, не безучастны к тому, кто придёт в парламент, с какими программами. По словам Лилия Ананич, шмат учим от этого будут залежать и дальнейшие экономичные перспективы предприемства. Зараз Рогачевский молочно-консервовый комбинат протягивает працавать над освоением новых рынков сбыту и, как выник, поляпшением финансовой ситуации. В списке партнёров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран и Китай. До того, что только в этом году в творчестве были увидены 12 новых видов продукции. Каждым годом Рогачевский молочно-консервовый комбинат не только подширает ассортимент, но и поляпшает якость своей продукции. Сегодня для предприемства это главный критерий и тому-то денежный строгий санитарный и технологичный режим. Контроль ожитивляется на всех этапах вытворчасти. Это полностью выключаемая активность заявления на прилавках неякостных товаров. Поспехи предприемства подтверждают и перемоги в шматликих международных конкурсах. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель радиокомпания «Гомель» Заргачева.